Украинская рок-группа Аторвальд родилась в Полтаве в 2005 году. Через год ребята перебрались в Киев, за 11 лет записали 5 альбомов, сыграли сотни концертов, выступали на крупнейших фестивалях страны. Осенью 2016-го Аторвальд презентовали свой пятый альбом «Наши люди всюды» и провели самый масштабный в истории группы концертный тур, который охватил 20 городов Украины. 18 февраля Аторвальд будет выступать на отборочном полуфинале «Евровидение» с песней «Тайм». Имеется в виду, что в прошлом году был потрясающий набор в финале артистов «Санцей», «Джамала», «Пурпур», «Берон Сулбланц», «Хаткис». Их смогли увидеть люди, которые раньше даже не представляли, что есть такая музыка в нашей стране. И, наверное, для расширения каких-то новых возможностей, для новой ступеньки для завоевания внимания новых зрителей. Но готовы ли Вы сломать стереотипы и победить конкурс во второй раз? Конечно. Это легко, я думаю. Вы согласны, что «Евровидение» в какой-то мере политический конкурс? Нет. Если говорить о нашем отборочных турах, то нет. Если говорить о глобальном смысле, любой конкурс, который проводится между странами, Олимпиада или спортивные конкурсы различные, чемпионаты мира, конечно, там присутствует какая-то доля политики. Если говорить о «Евровидении», скорее всего, да, наверное, в общем, в мировом масштабе, скорее всего, да, это политический конкурс. Но участие рок-коллектива не впервые в «Евровидении», это был даже случай, когда, ну, там, «Лорди» такой хордболь, больше хардовая группа. Но Вы делаете на что ставку? На музыку, на вокал, на шоу? Мы делаем ставку на наших людей, которые будут смотреть и поймут то, о чем мы хотим рассказать в этой песне, в своем номере. Мы делаем ставку на достаточно более простые вещи, нежели от нас это ожидают. Ваша песня «Тайм». Что Вы хотите рассказать ею, зрителю? Нельзя сказать, что только песней, последним альбомом и творчеством своим. Мы хотим показать людям, что существуют гораздо более интересные ценности, нежели стремление постоянно зарабатывать и стремиться к власть. Важно понимать, что есть какие-то вещи, на которые мы давно перестали обращать внимание. Чувства между людьми, взаимовыручка, вежливость обычная. Уже давно не модно быть вежливым. Никогда никто не радуется, допустим, того, что я встретила парня, он был такой вежливый. Все говорят, слушай, я встретила парня, у него такая тачка просто капец, ну и так далее. Ну и, собственно говоря, песня «Тайм» о том, что мы, скорее всего, неправильно проживаем. Многие из нас, в том числе и мы, неправильно проживаем те бесценные минуты, которые уже не вернуть, которые нам даны для того, чтобы делать что-то более полезное и жить, а не существовать. Это важно. А все ли участники группы единогласно восприняли идею участвовать в Евровидении? Были ли какие-то у вас разногласия? Или вы пришли и сказали, мы участвуем? Если бы у нас были какие-то разногласия, скорее всего, мы бы не участвовали, потому что у нас в группе всегда так, что группа – это один организм, который со своей определенной атмосферой. И если атмосфера будет нарушена посредством участия в том или ином конкурсе или в том или ином концерте, это не очень хорошо. Поэтому, когда пришла такая идея, мы ее обсудили и приняли решение, что нам это нужно, что нам есть что сказать. В полуфинале с вами поборются еще по всем участникам. Кого вы считаете своим главным конкурентом? Это такой распространенный вопрос в последнее время. Но я очень спокойно отношусь к конкуренции, особенно в конкуренции в музыке. Сравнивать нас и, допустим, группу «Поющие трусы» или Виталика Гозловского очень странно. Если говорить о людях, которые действительно достойны, они все достойны. Почему нет? Человек, который занимается музыкой, тратит на это все свое время, это личное дело каждого. Насколько глубоко вникать в то, что он делает. Мне будет интересно посмотреть выступление каждого участника. Я был на первом полуфинале в зале, и я с точностью до участника определил, кто именно будет в финале. Потому что все было предельно ясно по выступлениям артистов. Я надеюсь, что... Хотя, если честно, я так спокойно к этому ко всему отношусь. Мне так нравятся вот эти все тусовки веселые, в которые... Вот мы пообщались сальто назад, я с ними полконцерта там, после того, как выступали, уже все выступили, провел за кулисами, отлично провели время, пообщались. Обсудили музыкальную часть, обсудили то, что происходит. Поэтому для меня это больше такой фан-игра, в которую мы... Сам процесс, да? Сам процесс, да, конечно. Перемигивались, с Джамалой сидели, веселились во время выступления некоторых участников, танцевали. Все это как бы очень-очень... Я к этому отношусь очень спокойно. А вот вы сказали, что сравнивать вас с другими участниками. Как вы вообще оцениваете такое разделение, вот с точки зрения организации? Корректно ли это было вообще вот ставить в один полуфинал очень разных и по стилю, и по исполнителю? Для меня давно музыка превратилась... Я ее там особо на жанр не делю. Для меня это музыка, которая качает, музыка, которая нравится, и музыка, которая не нравится. Вот поэтому тут и среди восьми участников, которые играют в разных стилях, конечно же, либо есть люди, которые нравятся, либо есть, которые не нравятся. Либо те, кто качественно делает, либо те, кто делают плохо. Как вы относитесь к жюри национального отбора? Я, к сожалению, к моему величайшему никак к ним не отношусь. Хотя я думаю, что многим из них я бы дал фору. Я прям с точностью все говорил, все, что я говорю. Не, шучу. Конечно, мне еще и еще не нужно для того, чтобы сидеть в жюри тех или иных конкурсов. Вообще очень странно. В жюри нужно же сидеть и вершить чьи-то судьбы. Вот я пока к этому не очень готов. А если говорить о каждом участке, ну, Андрей Данилко, он из Полтавы, мы с ним знакомы. Я тоже из Полтавы. Джамала, я восхищаюсь ее талантом, восхищаюсь ее трудоспособностью. И мы с ней дружим. И мне кажется, что она занимает свое место в жюри достойно и очень-очень хорошо все говорит. И эмоционально, и искренне. Очень здорово. Константин Меладзе. Ну, это человек, с которым я познакомился совершенно недавно. Но вот если говорить о каких-то юношеских, знаешь, переживаниях, мне всегда казалось, что Константин Меладзе – это группа «Виагра». И для меня познания об этом человек ограничивались только этой группой. Но познакомившись с ним и обсудив несколько музыкальных направлений, музыкальных исполнителей мировых, несколько музыкальных премий, я понял, что у этого человека настолько колоссальный опыт и настолько он интересен, что я преклоняюсь и испытываю глубокое уважение к этому человеку. Как изменилась жизнь группы после принятия решения, что вы идете на Евровидение? Ну, по медиа-активности мы видим, что у вас вообще нет время для сна. У меня такое странное чувство, что 10 лет, которые группа существует, мы до этого вообще ничего не делали. Не было замечено. Внезапно мы подали заявку на участие в национальном отборе Евровидения, и тут люди как с цепей посрывались. И здесь мы нужны, и здесь мы востребованы, и здесь нам принесли, и здесь мы отнесли, и здесь вот все так… Ой, вот Женя, вот смотри, я попал на 4-го числа на полуфинал конкурса, чтобы посмотреть его, я 90% времени общался с журналистами, и пытался фехтовать с ними для того, чтобы посмотреть немножечко конкурс. Я не знаю, с чем связано такое пристальное внимание группе последнее время, но мне кажется, что, конечно же, есть какие-то медиа-активности, которые это внимание повышают. Одна из таких медиа-активностей – это участие в национальном отборе. Именно для этого мы пошли туда. Для того, чтобы показать, что мы существуем, мы есть. Обратите на нас внимание, ребята, иначе вы будете жестоко все наказаны. Насколько я знаю, у вас еще запланирован ряд концертов. Вот 18 февраля, по-моему, ближайшие, да, следующие? 18 февраля – это как раз полуфинал, а 14 февраля – на день всех влюбленных. Как вы совмещаете еще? Снимаетесь в кино, успеваете поучаствовать в Евровидении? Как вы гастрольная деятельность? А вот сейчас эфир закончится, мне укольчик сделают. Да нет, я шучу. Ну как, я не знаю, это моя мечта, моя детская, юношеская цель, к которой я иду. Ну и, собственно говоря, это же игра, в которую я играю. Все же не по-настоящему. Как вам, кстати, опыт в роли актера? Хотели бы связаться с этим в дальнейшую жизнь или музыка? Не-не-не, подождите, не путайте. Моя жизнь – это музыка, я ничем другим не собираюсь так глобально заниматься, как музыка. Но есть сопутствующие какие-то вещи, которые могут быть параллельно. Вот я озвучил мультфильм, я был дикобразом, я снялся в кино, я был боксером, я веду телерадиопередачи, мне это интересно, я занимаюсь музыкой, я занимаюсь спортом, занимался до того, как подал. Каким спортом? Или просто в спортзале? Нет, просто в спортзале. И вот когда готовился к фильму, много занимался боксом Сережи Житниковским. Я увлекаюсь мотоциклами, я катаюсь на старом автомобиле, который восстановил Ford Granada 79-го года, который мне очень нравится. Мне нравится проживать эту жизнь так, чтобы каждый вечер засыпая, я думал о том, что, слушайте, отличный был день, я его провел с пользой. Вот, поэтому нельзя сказать, что я буду там с чем-то одним связывать свою жизнь, с музыкой. Конечно, это будет какая-то львиная доля всего моего времени, но хотелось бы чем-то еще заниматься. А могли бы вы немножко приоткрыть завесу, рассказать, как проходит подготовка к полуфиналу? Есть ли у вас какие-то репетиции или встречи с организаторами? Кто принимает участие в постановке номера? Вы это лично на ваше усмотрение, либо организаторы со стороны СТБ тоже? Я вчера такое о себе мнение услышал в кулуарах за кулисами, сказали, что нас предупреждали, что придет Женя Галич и будет все контролировать, но нам так это нравится. Вот, мы все делаем сами, привлекая наших друзей, которые в тех или иных аспектах подготовки к конкурсу разбираются немножечко лучше, чем мы. Это постоянная команда? Это постоянная команда, с которой мы работаем над концертами, над шоу концертными. И вот телеканал СТБ, как профессионалы своего дела, люди, которые подводят нас к тому, чтобы быть готовыми с точки зрения телевизионного выступления на конкурсе. Поэтому, конечно же, мы снимаем очень много всяких визиток, промо-историй, мы сняли видеоклип, записываем песни, репетируем. То есть очень много всего сейчас происходит, какие-то медиа-активности постоянные. Поэтому у нас очень много работы. И, скорее всего, это связано не только с конкурсом, а с тем, что просто последнее время музыкальная индустрия, она наконец-то приобретает какие-то очертания правильного направления. Ну, то есть куда мы движемся. Мы движемся в правильном направлении. Главное, это все сейчас не упустить и не загубить. Вас вселяет оптимизм от событий, да, в музыкальной индустрии? В музыкальной индустрии, да. Да, но вопрос, как этим воспользоваться и что этому предшествовало. Как вы относитесь к квотам на радио, на украинские песни? По-разному. Просто вот есть мнение, что это дает в эфир очень много некачественного продукта. Я с этим полностью согласен. Это же я сказал. У нас была очень серьезная дискуссия с одним из топ-менеджеров музыкальных телеканалов по поводу квот. Я считаю, что квоты – это очень хорошо, и закон о квотировании все неплохо. Вопрос в том, насколько хорошо реализован этот самый закон. Вот мы, допустим, слышим сейчас на радиостанциях песни группы «Оторвальд», которые были написаны в 2007-2008 году. Ремиксы какие-то отвратительные на нашей композиции и так далее. Никто из программных… ну, никто, нельзя так говорить. Достаточное количество программных директоров, телерадиокомпаний, они считают, что можно все отсеять просто по принципу украиноязычное и неукраиноязычное. И вот то, что украиноязычное, ставить в эфир. А нужно еще быть адекватным той ситуации, которая происходит в украинской музыке. Отслушивать украинскую музыку не только по причине того, что она украиноязычная, по этому признаку. А еще о том, что эта музыка была создана в последние годы. Например, вот группа «Хардкис», она не неукраиноязычная, но при этом одна из топовых украинских банк. Нельзя вот так вот однозначно судить. Не бывает однозначных суждений о том, хорошо это или плохо. Квоты – это хорошо, реализация квот – плохо. Украинский язык – это хорошо. Украинский язык в отвратительной обработке и суржик – это плохо. Поэтому я за то, чтобы мы влюблялись в украинский язык, но делали это не насильно, а по своему собственному желанию. Полюбить человека так же, как и язык, так же, как и группу, так же, как и страну свою насильно невозможно. Тебя никто не может заставить это сделать. Ты должен сам к этому прийти. Поэтому, если у нас будет хороший контент в телерадиопространстве, люди сами начнут влюбляться в украинскую музыку, в украинский контент. Как с фильмами было. Мне гораздо больше нравится дубляж мультиков и фильмов на украинском, украинскую мову, ниж российскую. Через то, что российскую инкулу звучит не так пикантно, не так клево, как это звучит украинскую. Вообще, тяжело ли обрести популярность в Украине сегодня молодому артисту? Без денег? Понятия не имею. Ваша история успеха. Вы же очень популярная группа. Это глупости. Мы не популярны. Популярная группа – группа Океан Эльзи. Популярная группа – группа Бумбокс. Популярная группа – группа «Время и стекло». Популярный «Монатик». Группа от Орвальд – это группа достаточно нишевая. Если говорить о востребованности, то у всех вышеперечисленных артистов гораздо более широкая аудитория, нежели у нас. А чего вам лично не хватает для продвижения вашего творчества? Времени покойте или всего хватает? Вам всего хватает. Просто не нужно примерять на себя образ людей, которые стараются всеми способами войти в массовую культуру. У Океана Эльзы на это ушло 25 лет. Всему свое время. Нужно просто заниматься своим делом, не врать самому себе и делать все честно. Это, конечно, звучит пафосно, как-то и так пошло, но это правда. Мы же… Один из способов реализации нашего плана коварного – это участие в национальном отборе Евровидения. Только для того, чтобы телеканал СТБ смог показать альтернативную музыку, как и сделал в прошлом году, широкой массе людей. Все. Для этого будет достаточно. Открыть для себя «Сальто назад». В этом вкус этого конкурса. Открыть для себя какое-то новое имя. Почувствовать, что в Украине есть не только та культура, к которой все давно привыкли. А как вы относитесь к современным талант-шоу? Многие критикуют из-за того, что они сделаны в копирку. К современным неплохо отношусь. Скажем, в этом году мне было интересно наблюдать, что происходило с группой «Детач» на «Экс-факторе». Мне нравится прекрасный продакшен «Голос Акраины». Я остальные, наверное, просто не успеваю смотреть. Да, и вообще, если честно, я не смотрю, правда, вот прям систематически. Но я могу отследить какие-то там в YouTube выступления тех или иных певцов и артистов. Мне интересно за этим наблюдать. Мне гораздо больше непонятно, когда уже состоявшиеся артисты идут для того, чтобы кому-то что-то доказать в те или иные талант-шоу. Это талант-шоу не помогут стать людям более популярным. Допустим, я четко знаю, что если после национального отбора Евровидения не делать никаких действий, которые ты запланировал заранее, то есть чтобы были какие-то дальнейшие цели, этот национальный отбор не даст ничего ни группе оторвать, ни любому артисту, который будет выступать на этом шоу. Важно делать какие-то дальнейшие шаги для того, чтобы все это, все, что ты сделал, саккумулировать в нужное время, в нужном месте. Это важно. Жень, с кем бы из известных или не очень артистов вы бы хотели посотрудничать и, допустим, посотрудничать? Я бы хотел… Украина, мир. Попеть, спеть? Да, прям вот каких-то конкретных таких примеров нет. Мне было интересно посотрудничать с каким-нибудь саунд-продюсером, который занимается самопродюсированием в мире в глобальном смысле. То есть человек, который может из группы, которая для всех является альтернативной, сделать группу, которая, ну, как там, Боб Рох в свое время, там, из металлики, ну и так далее. Ну, мне интересно сотрудничать с людьми с разными. Вопрос в том, что есть пять участников группы оторвать музыкантов. И если постоянно вертеться в этом кругу, у нас будет просто зацикленное общение друг с другом и зацикленные какие-то музыкальные идеи, ничем не примечательные. Конечно, нужно с кем-то сотрудничать, постоянно брать каких-то свежих людей в процесс. И это приносит какие-то свои результаты, как было с альбомом «Наши люди всюду», когда мы привлекли Кирилла Матюшенко из Белоруссии, Мики. Он сделал нам альбом как саунд-продюсер, он нашел в нас какие-то новые стороны, новые грани и показал их людям. Это круто. И в конце, позвольте, три коротеньких блиц-опроса. Давайте, только я буду отвечать слишком быстро. Евровидение для вас это возможность продолжить? Возможность показать маме, что я занимаюсь праведным делом. Если бы у вас, не дай бог, во время выступления выключился микрофон, что бы вы делали? Я бы показал всем танец. И если можно, для наших зрителей спеть отрывок из вашей песни? Я еще не с хорошо ее знаю. Ну, по желанию, да, будем очень признательны. Нет, нет, ну, всех просто так просим в конце спеть. Хорошо. Да? Да. Такая, как ты, бывает раз на все життя. Класс. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.